Российские оккупанты уничтожили ангары с зерном в Волчанске, что в Харьковской области. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болбинов. По его словам, в результате атаки уничтожен урожай и разрушены помещения. Ангар захватчики атаковали с неба, сбросили на него две управляемые авиабомбы. На месте были только охранники. Обошлось без жертв. Российские власти наконец-то точно сказали цель полномасштабного вторжения в Украину. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, все из-за туалетов. Во время встречи с ранеными оккупантами Беглов заявил, что те якобы видели в украинских школах туалеты для гендерно-нейтральных и поэтому хорошо понимают, за что воюют. На заявление губернатора отреагировал депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Он напомнил, что по данным Росстата четверть россиян даже не имеют централизованной канализации, используя выгребные ямы и септики. Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой рабочий визит в Давос уже в понедельник. Там, в частности, планируется его участие во всемирном экономическом форуме, а также двусторонние встречи. В Давосе в воскресенье также прошла четвертая встреча советников по национальной безопасности, на которой обсуждали украинский мирный план. Министр обороны Рустам Умеров у себя в соцсетях написал, что на встрече в Швейцарии предложил создать международную рабочую группу по механизму вывода российских оккупационных войск из Украины. По его словам, невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения оккупантов. Тем временем в Польше надеются на новые пакеты помощи для Украины. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский у себя в Твиттер выразил надежду, что США и страны ЕС вскоре примут пакеты помощи для Киева. По словам Сикорского, цена возможной победы России будет намного выше, чем стоимость помощи, которая сейчас нужна Украине. Румынские фермеры вновь заблокировали границу с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. В ГПСУ заявили, что около 14 часов в воскресенье румынская полиция получила сообщение о возобновлении и блокировании границы фермерами. Речь идет о блокировании пункта пропуска Порубная Сирет, который разблокировали только вечером 13 января. Блокировка длилась тогда 6 часов. В Украинской пограничной службе сообщили, что регистрация транспортных средств и пешеходов с украинской стороны происходит в установленном порядке. Субтитры создавал DimaTorzok